Продолжение следует... И, пользуясь нашими партнерскими отношениями, по многих средствам массовой информации, разместились под убеждением о том, что надвигается вот такой сильный ветер, непогода и небезопасно. Будет и парковаться, и ходить, потому что, ну, всякое возможно. И попросили ограничить, если это без надобности, выходы людей на улицу, для того, чтобы передать эту непогоню. Вот это первое, что было сделано. Второе, поскольку мы были предупреждены, мы саккумулировали, так можно, подготовили, привели наше подразделение все в повышенную готовность. Это наши жилищно-коммунальные хозяйства, все приведено было, ЖКСы, Горзелентрест. И, конечно, наши партнеры – это Облэнерго, это Одесгаз, это Инфоксводоканал. В принципе, мы все были уже в готовности реагировать на какие-либо происшествия. Порядка 400 деревьев было повалено. В основном мы разбираемся, будет четкий анализ того, что в основном эти тополя – высокие, большие деревья, которые не выдерживают такого ветра, конечно. А по нашим данным ветер был 40 метров в секунду. Это последний раз в Одессе такое было десятилетия назад, ну, 7 лет назад. Ветер действительно очень порывистый, ураганный. Что касается… Поэтому мы привели всех в повышенную готовность, реагировали. Все, что смогли убирать, мы убирали сразу моментально, по крайней мере. Оперативно сработавшие наши подразделения смогли сделать так, что если и был простой городского транспорта, это касаемо Суворовского района, 1-й и 7-й трамваи, то достаточно неизначительный. Хотя упали 6 деревьев практически одновременно, и на самом деле на большом участке повредили сеть электроснабжения, контактную сеть. Оперативно отреагировали, и в 16 часов уже движение трамвая было возоблюдено, трамвай пошел. Что касается… В целом, завтра мы ожидаем также, к сожалению, сильный ветер, но не такой, как был сегодня. Поэтому, в принципе, мы не собираемся ограничивать посещение школ и детсадов, но просим родителей быть внимательными и по возможности сопровождать своих детей в школы и детские сады. Конечно, выражаю соболезнования семье погибшей женщины, родными и близким. Город возьмет на себя все, что необходимо будет связано с погребением. Я дал распоряжение, чтобы подготовили и обеспечили всем необходимым для проведения погребения. Женщина, которая, к сожалению, рядом со своим домом брухнула дерево, и она погибла. Также тем, кто обратился к нам и находится сегодня в стационаре, наш департамент здравоохранения выделяет сегодня все необходимые лекарства, по крайней мере, я это сказал, проконтролировать, чтобы все они были обеспечены всем необходимым. Школы работают в штатном режиме. Я благодарен родителям, что они отозвали сегодня на просьбу департамента образования и пришли и забрали своих детей за школы. Завтра будем вот так же в таком режиме работать, для того, чтобы обезопасить наших людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова